Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! 26 марта 2023 года в США состоялся один из самых потенциально интересных боев 2023 года. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, который оспаривали номер 1 рейтинга WBC Дэвид Бенавидес и номер 2 Калиб Плант. Итак, Дэвид Бенавидес, ему 26 лет, его рекорд 26-0, 23 победы нокаутом, он бывший чемпион мира в этом весе как раз вот по версии WBC. Калиб Плант, его оппонент, Планту 29 лет, 22 победы, одно поражение, 13 побед нокаутом. Калиб Плант бывший чемпион по версии IBF, его единственное поражение было как раз от Канело Альвареса, против которого и должен выйти в ринг победитель этого боя как обязательный претендент. Перед боем было очень много трэш-толка, особенно в этом усердствовал Калиб Плант, он всячески оскорблял Бенавидеса и пытался вывести его из равновесия, одновременно при этом продавая билеты на бой. Перед боем букмекеры примерно три к одному отдавали предпочтение Бенавидесу, и огромная арена была забита полностью. 13 тысяч человек пришли посмотреть на этот бой вживую. Калиб Плант за счет движения на ногах, за счет своего джеба и быстрых комбинаций очень хорошо выглядел в начале боя и, наверное, забрал четыре из первых пяти раундов. Однако Дэвид Бенавидес, несмотря на попытки вывести его из себя, ну, Планту можно сказать уже сейчас, что это не удалось от слова совсем. План на бой у Бенавидеса, как я понимаю, был следующий. Отдать первые раунды и сработать во второй половине. И этот расчет полностью оправдался. Все знают, что Калиб Плант снижает обороты во второй половине боя, у него постепенно заканчивается бензин. Именно так он проиграл Канело техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. И примерно до пятого раунда Бенавидес, закрывшись за блоком, действовал одиночными ударами. Но потом раунда с шестого начал подключать комбинации и очень агрессивно давить. И Калиб Плант, как оказалось, в основном защищался тем, что хватал Бенавидеса и держал его в клинче. В восьмом раунде после столкновения головами у Планта образовалось серьезное рассечение. Лицо его заливало кровь, и Бенавидес продолжал и усиливал свой прессинг. Одиннадцатый и двенадцатый раунды, наверное, были односторонними в пользу Бенавидеса, и Калиб Плант находился на грани падения. Но он сумел выстоять и довел бой до конца. Все трое судьи единогласно со счетом 115-113, 116-112 и 117-111 отдали победу Дэвиду Бенавидесу. И теперь Дэвид Бенавидес официальный претендент на бой с Канело. Как вы думаете, примет Канело бой с Бенавидесом или предпочтет оставить пояс? И как сложится этот бой, если он все-таки состоится? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.